Об этом корабле до сих пор по-настоящему мало известно. Буран. Верхушка айсберга гонки вооружений. Сокрытая и непрочитанная страница Звездных войн. Немногие знают, что этот и сегодня самый совершенный в мире боевой орбитальный корабль приговорили к забвению еще до старта. Если бы он погиб на взлете, власть только вздохнула бы с облегчением. Но тогда, 15 ноября 1988 года, в подземном командном пункте Байконура только один человек знал всю правду о Буране. Правду о том, что Буран позволил достроить и даже тайно испытать на орбите совсем другой боевой корабль. Истребитель Шаттлор. Формально тема была закрыта. И так сказать, только большой энтузиазм участников этого проекта позволил завершить, ну, не совсем, что ли, даже законно, определенную важную часть летных испытаний орбитального самолета. Человеком, который осмелился под видом Бурана втайне даже от всемогущего политбюро строить другой боевой орбитальный корабль, был конструктор самого Бурана. Конец 60-х. Не так давно завершился знаменитый Карибский кризис. Когда две сверхдержавы готовы были сцепиться в ядерной схватке, выяснилось, воевать они не могут. Они вынуждены договариваться. Если одна сторона запустит свои ракеты, вторая всегда успеет ответить. И победителя не будет. Мгновенную победу могло обеспечить только ядерное оружие, постоянно барражирующее в космосе над территорией противника. В Кремле понимали, Пентагон приложит все силы, чтобы накрыть Советский Союз ядерным космическим колпаком. И готовились к противостоянию. Когда в 1977-м на киноэкранах загрохотали «Звездные войны» Лукаса, мир завороженно следил за лихой сказкой, не подозревая, что многолетние испытания секретного боевого корабля, способного превратить эту фантастику в реальность, близятся к финалу. Главным конструктором небывалого космического истребителя был Глеб Лозин-Лозинский. В начале 80-го года, там, 81-й год, 82-й год, можно было бы, конечно, орбитальный самолет отправить в космос. Ноябрь 1969-го. Уникальные кадры из архива Министерства обороны. Это и есть боевой орбитальный самолет Лозина-Лозинского. Многоразовый космический истребитель-бомбардировщик «Спираль». Сейчас его готовят к первому космическому старту. Испытания проводятся в особо секретном летно-исследовательском институте, но даже там ни имя конструктора корабля, ни его название не разглашаются. Ученые института должны только проверить технику. Лишь высшее командование советской армии знает боевое назначение «Спирали». Уничтожение стратегических объектов США ядерным ударом при их максимальной активной обороне. «Спираль» делали чисто авиатор. Авиационная идеология. То есть предусматривалась возможность введения маневренного космического боя. Само по себе сочетание, есть маневренно-воздушный бой, а в английском языке даже есть такое славное слово «догфайт», «собачья схватка», то маневренный космический бой предложили первые тому. Опытный авиатор сразу увидит за компьютерными эффектами «Звездных войн» попытку красиво показать в космосе собачью схватку времен Второй мировой. Даже сейчас трудно представить, что «Спираль» еще в 1965 году планировалась именно под такую войну. Только вместо мифических лазеров каждый корабль должен быть вооружен шестью ракетами класса «Космос-Космос». Также он мог нанести удар по заданному району на Земле. Для чего и крылья даны? Для того, чтобы можно было бы маневрировать в космосе с использованием аэродинамических особенностей этой машины. Нужно было вернуть в атмосферу, сделать маневр, уйти на другую орбиту и неожиданно выйти над тем райономом. Владимир Джанибеков известен как первый советский космонавт, пять раз побывавший в космосе на Союзах. Но в 1972-м он попадает в отряд космонавтов, о полетах, которых никогда бы не сообщили прессе. Этих людей словно не существовало. Они готовились стать пилотами спирали. Они должны были вывести на орбиту новый род войск. Стратегическую космическую авиацию, которая могла бы взломать любую оборону. К тому времени советское командование почти не сомневалось. Американцы вот-вот отправят в космос ядерное оружие. Поэтому самолеты за пределы атмосферы вывел ненаучный прогресс. Их вытолкнуло на орбиту гонка вооружений. И едва не состоявшаяся авиакатастрофа. Читанные минуты, и самолеты уходят в воздух. 1965 год. КБ «Микояна» делает попытку взять очередной рекорд скорости на сверхзвуке. Самолет уже приближается к рекордной отметке, но внезапно резкое увеличение температуры. В кабине горит резина. Машина идет за пределом возможностей. На совещании конструкторов заговорили о некоем тепловом барьере. Виктор Соколов – свидетель этого поистине исторического совещания. Тогда в таком же кабинете собрались главный конструктор «Мига» Артем Микоян и его заместитель Глеб Лозинолозинский. Никто не понимал, что это за таинственный и зловещий тепловой барьер. В полу спора и прозвучало это слово – космос. Через два десятка лет на экранах появится «Буран». Будет привычно мелькать американский шаттл. Но еще в 65-м из попытки не понять, что такое тепловой барьер, а сразу обойти его, родится совсем другая. Быть может, самая совершенная авиакосмическая система. Артем Иванович Микоян, может быть, совместно с Глеб Лозинским, решили обойти этот тепловой режим с другой стороны, из космоса или с какой-то большой скорости. И был задуман вот этот проект «Спираль». Вот так в КБ «Мик» рождается ударная многоразовая система «Спираль». Будущая основа военно-космических сил СССР. Главным конструктором особо секретного проекта становится Глеб Лозинолозинский. И его лицо никогда не появится на фото и кинохронике тех лет. Останется только эта карточка из личного дела. И вот замысел его спирали. С борта гиперзвукового самолета, летящего со скоростью свыше 6000 км в час, с помощью разгонного блока на орбиту Земли выводится многоразовый космический истребитель-бомбардировщик. Однако от проектирования гиперзвукового разгонщика Лозинский пока отказывается. Сразу берется за постройку корабля. На первом этапе «Спираль» выведет в космос ракета. Принимаем командование пусто. Старт! 6 декабря 1969 года первый советский многоразовый корабль конструкции Лозина Лозинского стартовал. Из-за секретности названия «Спираль» аппарат получает шифр БОР-2. Достигал он высоты порядка 400 км. Потом входил в атмосферу с большим траекторным углом, то есть достаточно круто. Выяснилось, что верхняя поверхность очень слабо нагружается. Температуру, которая здесь возникает, выдерживали даже газеты, которые были сюда наклеены. И можно было прочитать весь текст, который на них был. А нижняя поверхность подвергалась большим тепловым нагрузкам. Вот первый советский космический самолет возвращается с орбиты. Раскрывается парашют, и корабль садится точно в заданном районе. Но это полет модели. Настоящий боевой корабль больше в четыре раза, чем БОР-2. Им уже будет управлять пилот. И впервые в мире он будет садиться на аэродром, как обычный самолет. Командиром отряда боевых космонавтов назначается Герман Титов. Он лично отбирает людей. Из тысячи претендентов в отряд попадает 15 человек. Их приводят сюда. Это сегодня здесь известная на весь мир центрифуга. А в начале 70-х будущих пилотов спирали встретила непонятная конструкция, закутанная брезентом. Снимает пломбу, стягивает брезент и открывается. Это красивая машина. Одноместный истребитель. Очень такой... Ладно, как-то он сшит. Он очень крепкий. И вот даже по обводам, по фюзеляжам. Но кабина такая, в общем-то, была. У нас у 67-го кабина больше, чем у этой машины. Я сразу на это внимание обратил. Вот такая машина была показана секретному отряду охотников за американскими спутниками. Это и есть спираль Лозина-Лозинского. Такой она выйдет в космос. Свой самолет конструктор называет Эпос. За поэтическим названием скрывается расшифровка. Экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет. Запах даже в кабине такой своеобразный. Это живого самолета. То есть, когда здесь гудит воздух, поддув, наддув. Здесь все рабочее. Все работает. Эпос действительно летал. Это так называемый атмосферный аналог спирали. Именно на нем летчики, которые могли стать космонавтами, должны были отточить все навыки полета вблизи Земли. Одному из них, Игорю Волку, спираль действительно откроет дорогу в космос. Он в числе первых учил ее летать, вопреки утверждениям многих специалистов. Машина такой формы не способна держаться в воздухе. Характеристики были прекрасны. Я даже какой-то там рекорд установил. Не то наибольшую длительность полета, наверное, 12, не то большую скорость достиг. Но нет, не важно. Во всяком случае, никаких нареканий не было. Важно, что всего через 4 года после полета Гагарина в 1965-м Лозин-Лозинский создал боевой многоразовый корабль, способный воевать не только в космосе, но и в атмосфере, приземляясь, как обычный истребитель на аэродром. Вот главная особенность этого самолета, что носовое затупление, если вот так вот посмотреть под косым взглядом, то это сегментное затупление наших обычных космических спускаемых аппаратов. Виктор Соколов просчитывал корпус настоящей боевой космической спирали. Отличия от аналога почти нет. Снятого оружения и единственная до сих пор система спасения пилота с орбиты, если корабль будет подбит в космическом бою. В орбитальном самолете здесь встроена капсула для аварийного спасения. 1 февраля 2003 года при возвращении на Землю погиб американский челнок Колумбия. Расследование установило фатальное повреждение, которое и привело к трагедии, он получил еще во время старта. Ряд экспертов подозревает, Центр управления полетами в Хьюстоне с самого начала не мог не знать, что корабль обречен, что астронавты погибнут. Так это или нет, команда на посадку прозвучала бы в любом случае. Иного выхода не было. Создать систему аварийного спасения экипажа из космоса еще никому в мире не удавалось. Только Лозин Лозинский сумел объединить космонавтику и авиацию. Его спираль при аварии на орбите отстреливала всю кабину, которая превращалась в спасательную капсулу. На ней проходили плотность и атмосфера, а дальше из капсулы летчик выпрыгивал с парашютом, как обычно. Это единственный фрагмент испытаний орбитальной спасательной системы. Она до сих пор засекречена. Как и до сих пор секретны почти все технологии спирали. Создавая свой орбитальный самолет, Лозин Лозинский крайне редко общается со своими вроде бы коллегами конструкторами. Его девиз «Я все сделаю сам». В те годы по такому принципу жили все, кого мы помним, как главные. Они, может быть, по своему кругозору были несколько другими, по даже, не знаю, ну, просто были, может быть, немножко другими вообще. Но та высокая планка заданного движения в том соревновании, в котором они все участвовали, а они понимали, в каком соревновании они участвовали, это был уровень мировой, то есть соперниками были ясно, кто американцы. Технократы того времени знали, что вершат судьбы мира. Именно они создавали для политиков оружие, которое давало возможность говорить с позицией силы. Это было время железной дисциплины и решения только глобальных задач. Эта тоталитарная структура, особенно Клеб Евгеньевич, она, конечно, устраивала, потому что иерархию, которая была введена в государстве, вертикаль, он ее выдерживал, по-моему, совершенно. Я просто слышала, как он разговаривал по телефону с вами подчиненными, когда что-то не получалось. Он никогда не сквернословил, но тот накал, который звучал по телефону, это было нечто. Это было страшно. В то же время заокеанские конкуренты Глеба Евгеньевича испытывают свои прототипы космических самолетов. У них иная конструкция, и вывести в космос эти аппараты пока не удается. Главный конструктор убежден, что знает ошибки американцев. он может выиграть время и завоевать господство в космосе. Главное не сбавлять темп работы. В конце 1976-го на аэродроме Ахтюбинска появляется специально подготовленный к испытаниям ЭПОСа стратегический ракетоносец Ту-95. Экипаж посвящен только в одно запустить из-под брюха своей машины секретный скоростной самолет. Но едва завидев экспериментальный аппарат, командир ракетоносца понимает, что становится участником отнюдь не авиационной программы. Летчику не нужно было рассказывать, что это будущий космический корабль. Его видно было, что это космический корабль. Ну, во-первых, форма. Форма. Его лопоток звали. Но большего, чем свои догадки, мы не знаем. И нам никто не рассказывал, а у испытателей, ну, может быть, я не совсем прав. Не принято расспрашивать то, чего тебе не говорят. И вот летчик-испытатель занимает место в кабине Эпоса. На высоте около шести километров командир Ту-95 подполковника Белов командует отцеп. Отделившийся Эпос на удивление мягко ложится на курс и заходит на посадку. В крохотном самолетике только посвященные видят, возможно, самую амбициозную советскую военно-космическую программу. Для пилотов Туполева это лишь очередной канувший в лету секретный эксперимент. Если честно сказать, опять же, а честно надо говорить, я отцепил и забыл. И все. Спустя годы генерал Абелов узнает, что сверхсекретный Эпос ныне общедоступный музейный экспонат. даже сфотографируются на память, но не испытает желания посидеть в кабине. Так сложилось, что у летчиков отношение к космонавтам всегда было, скажем так, снисходительным. Я прекрасно знал в принципе, что космонавт на космическом корабле это плохенький оператор. Множество систем, которые там установлены. Основная автоматика работает. Мне, как летчику, уже летавшему, на многих типах, было ясно, чем они там занимаются. На рубеже 80-х вот эти летчики-испытатели были отобраны в экипажи «Бурана» для многоразовых полетов. Некоторых пришлось уговаривать. Требования, предъявленные к их летным навыкам, оказались неожиданно столь высоки, что люди опасались быть списанными с обычной летной работой. Только сегодня стало известно, требования эти писались еще в далеком 65-м для пилотов спирали. А для нее требовались не операторы, а настоящая летная элита. Люди, способные в ручном режиме вывести боевой корабль в оптимальную точку удара, когда счет идет буквально на мгновение. Штатная циклограмма полета орбитального самолета это 2-3 витка. То есть первый виток допустим разведка, второй виток удар, либо первый или удар прям сразу на первом витке, если предварительно была разведка и посадка. Пилоты спирали. Не только оружие возмездия в условиях войны. В мирное время они инспекторы американской орбитальной группировки. Задача орбитальных пограничников оперативно досматривать любой подозрительный спутник, пролетающий над территорией Советского Союза, при этом находясь в постоянной готовности к внезапной атаке неизвестного аппарата. Это должно быть тихое сближение, затем облететь вокруг, наверное, на каком-то приемлемом расстоянии для того, чтобы произвести анализ и дать оценку опасности этого предмета, объекта. И потом уйти на аэродром или, может быть, какую-то другую задачу выполнить. На всех тренировках космонавты запоминали внешний вид американских спутников, чтобы в любых условиях отличить военный аппарат от Мирного. Тем временем главный штаб советских ВВС торопит Лозина Лозинского. Эти люди должны как можно быстрее выйти в орбитальный патруль. Уже готовы несколько вот таких секретных синих папок. В них подробные схемы, чертежи, расчеты. Положительная экспертиза военных институтов. Ловком ВВС и начальник генерального штаба также пишут «Эта машина нужна армии». Все материалы и отчеты везут министру обороны Гречко. Осталась только его подпись и спираль выйдет в космос. За этим всем стоит инженерная работа как создать этот самолет. Уникальные кадры. Последнее испытание Эпоса. На земле машину встречает руководитель всей испытательной программы генерал Скипан Микоян. Он уже знает, министр обороны просто отправил проект в корзину. Начальник генерального штаба подписал. И когда принесли министру обороны Гречко, он не подписал. Он написал такую резолюцию. Нечего заниматься фантастикой. Микояну надо делать самолеты. В 2002 году на Байконуре внезапно рухнет крыша ангара, в котором стоял побывавший на орбите Буран. Корабль будет просто раздавлен. У многих специалистов возникнет грустный вопрос, не закономерен ли такой финал? Этот огромный космический челнок строился как наш ответ шаттлу, когда Америка открыто объявила о его создании. При этом советские специалисты действительно не видели почти никаких преимуществ шаттла перед уже существующими системами. И это озадачивало. Создавая Буран, мы не знали, на что отвечаем. Эта проблема в чем была? Если бы мы четко понимали, для чего создается шаттл, тогда мы могли бы сказать, что да, есть некая задача создать на орбите нечто. Его можно было создать как-то иначе. Не обязательно было копировать шаттл. А здесь получалось, что создается некое средство, транспортное средство, но совершенно непонятно, что оно будет транспортировать. Но большие подозрения, что военные. В конце концов, Институт проблем механики все же дает экспертизу. Шаттл может нести ядерное оружие и при определенных обстоятельствах даже ударить по Москве. Пока американцы строят свой корабль, Лазино-Лазинский пытается доказать, что в Пентагоне безнадежно отстали, что на самом деле Америка строит мишень, ибо его маленькая спираль изначально предназначена для уничтожения таких кораблей. Его не слышат. Шаттл поражает своим размахом. Кремль требует дать еще более масштабный ответ. И было принято очень своеобразное решение. Мы должны создать транспортное средство чуть-чуть лучше. И побольше, у нас и грузовой отсек побольше, и пошире, и подлиннее, буквально на немножко. Идет 1976 год. Лазино-Лазинскому официально предлагается создать Буран, но о спирали он должен забыть. Даже внешним видом его новый корабль обязан быть похожим на Шаттл. Несмотря на то, что челнок такой формы в отличие от спирали плохой атмосферный самолет. Он с трудом маневрирует в воздухе и уже не способен вести бой при посадке. Поэтому в созданном специально для постройки Бурана НПО молнии Глеб Лазино-Лазинский еще в 1976-м делает первый макет будущего корабля именно по форме спирали. Но по реакции правительственной комиссии сразу стало ясно. В слепой гонке с Америкой оригинальные проекты не нужны. Ну, когда наши руководители пришли и увидели такую необычную форму с таким носом и вообще такой, то они были по-моему в растерянности. Нас на эту встречу не позвали так, окружение. Глеб Евгеньевич конечно был. Они были поражены такой формой и сказали нет, это не годится. Мы должны сделать по американскому образцу. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова